В ожидании паводка. Ледоход в районе окружной столицы пройдет в конце мая. Свалку в поселке Искатели рекультивируют. Управление государственного заказа Ненецкого округа объявило о проведении открытого конкурса на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по рекультивации свалки. Исполнение полномочий в сфере строительства. В собрании депутатов прошло очередное заседание, посвященное реализации 95-го окружного закона. Все ли удается? Люди-киборги. В Наринмаре презентовали новейшие разработки в области протезирования конечностей. Здравствуйте! С главными событиями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Ледоход на реке Печора в районе Наринмара ожидается 28 мая. Об этом сообщает Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно прогнозным данным, в целом на реках Мизень, Печора и Малых Тундровых реках округа скрытие от льда произойдет значительно раньше сроков 2017 года. По данным многолетних наблюдений, которые проводятся с 1961 года, нормой прохождения паводка в окружной столице считается 27 мая. Самая ранняя дата прохождения ледохода в Наринмаре 5 мая. Согласно прогнозам, уровень воды при изоторе достигнет отметки 6 метров. Неблагоприятная отметка при этом составляет 620 сантиметров, а опасная 670. В Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО сообщили, что в бюджете округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрено более 212,5 миллионов рублей, в том числе на безаварийный пропуск паводковых вод в 2018 году. Большая часть суммы – это резервный фонд администрации округа, предназначены на непредвиденные расходы. Оставшаяся сумма при необходимости будет направлена на проведение взрывных работ авиационной разведки и ледовой обстановки. Управлением госзаказа объявлено открыто аукцион на выполнение работ по организации проведению наблюдений за состоянием окружающей среды на ряде нефтяных месторождений. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов, это продолжение работы начатое в прошлом году, которое в конечном итоге поможет выявить динамику воздействия нефтегазодобывающего комплекса на экологию региона. Полевые работы будут проведены в границах Инзерийского, Харьягинского, Южношапкинского и Среднехарьягинского нефтяных месторождений, Восточно-Саратаюского и Восточно-Харьягинского лицензионных блоков, Лег Харьягинского и Северо-Харьягинского участков недр. На данных территориях будут отобраны пробы воздуха, почвы, воды и донных отложений, как у границ лицензионных участков, так и контрольные в границах объектов хозяйственной деятельности. После этого они будут направлены на исследование в лабораторию. Согласно конкурсной документации, всю эту работу подрядчику необходимо будет выполнить до 12 ноября. Начальная цена контракта составляет более 3,5 миллионов рублей. Работы будут финансироваться и средства окружного бюджета. Экологически вредна и незаконна. В Ненисском округе объявлен конкурс на разработку проектной документации по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в поселке Искателей. Работы будут финансироваться из окружного бюджета. О подробностях важного проекта в репортаже Тимофея Жукова. По документам полигон, а на деле незаконная свалка. По соседству поселок и река Печора. В августе прошлого года Искательская свалка напомнила о себе. Пожар тушили всеми силами почти 10 дней с использованием спецтехники, экскаватора и МЧС. Затем городской суд потребовал прекратить эксплуатацию полигона. У нас по решению суда было то, что рекультивируют свалку до сентября, например, или в сентябре этого года. Я знаю, что деньги были заложены департаментом по экологии. 7 миллионов. Сейчас там будет разыгрываться, конкурс проводится. И будет, так сказать, начало рекультивации. На рекультивацию неприглядного для экологии объекта из бюджета округа выделено 7 миллионов рублей. В конкурсе смогут принять участие представители малого бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации. Вредный объект уже полгода под пристальным вниманием Общероссийского народного фронта. Мы надеемся, что проект рекультивации свалки в Искателе будет разработан, во-первых, в нужные сроки, в те, которые будут заявлены. Что работы будут проведены качественно и что после его разработки наступит следующая стадия, а именно рекультивация свалки в поселке Искателе. Но это невозможно без, конечно, составления проекта. И то, что этот этап начался, то, что окружные власти выделили на это финансирование, это, на самом деле, очень здорово. Это большое движение вперед. Не секрет, свалка в поселке Искателе не раз выручала город в период сильного половодия, когда большая вода топила дорожное полотно на городской полигон. Прекрасные жители знают и города, и поселка, например, когда павод, там же дорога заливается, например, возили сюда поселок. Это как резервный полигон. Поэтому вопрос, он все равно остается сегодня или завтра, этот вопрос все равно надо будет решать. С 1983 года на объекте скопилось свыше 400 тысяч кубометров бытовых отходов. Класс опасности пятый. Общая площадь нелегального полигона составляет свыше 240 тысяч квадратных метров. А в ряде мест высота мусора более 7 метров. Это один из объектов, который внесен в наш проект «Карта свалок». Это проект, который у нас постоянно меняется, появляются все новые и новые объекты. В настоящее время их около 200. Это мест, которые замусорены на территории нашего округа. Ну, наверное, после того, как снег растает, их будет гораздо больше. Вот сейчас буквально у нас прибавилось много объектов, которые связаны с георгоразведкой. Находим новые буровые возле старых, которые уже отмечены на карте свалок. И, в принципе, все вопросы эти держим на контроле. Ну, потому что нужно добиваться того, чтобы тот мусор, который есть на территории нашего округа, он в конечном итоге был убран. Похожей истории с запахом в Искателях скоро придет конец. И опасный объект, которого нет даже в госреестре, будет все-таки рекультивирован. Тимофей Жуков, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Челеканал «Север». В Госдуме прошли парламентские слушания о развитии малого и среднего предпринимательства. Организатором мероприятия выступил Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В слушаниях приняли участие депутаты Госдумы, представители Общественной палаты Российской Федерации, полномоченные по защите прав предпринимателей различных регионов страны, представители бизнеса и эксперты, руководители региональных законодательных органов. Ненецкий округ представил спикер собрания депутатов Анатолий Мяндин. Участники парламентских слушаний говорили о текущем состоянии системы господдержки малого и среднего бизнеса, доступности кредитов и других формах заемного финансирования МСП, а также о расширении участия субъектов малого и среднего бизнеса в госзакупках и закупках крупнейших компаний. На мероприятии обсудили информационно-маркетинговую поддержку субъектов МСП, в том числе с использованием IT-технологии и популяризацию предпринимательской деятельности. В администрации округа состоялось четвертое по счету заседание рабочей группы по внесению изменений в 95-й окружной закон. Он был принят в сентябре 2014 года и стал частью административной реформы в регионе. В соответствии с законом были перераспределены полномочия между органами местного самоуправления, муниципальных образований и органами государственной власти НАУ. Эффективность реализации закона неоднократно становилась предметом обсуждения между исполнительной и законодательной властью Ненецкого округа. Напомню, с принятием окружного 95-го закона в ведении округа перешли полномочия в сфере дорожной деятельности, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, спорта и другим направлениям. По словам депутата окружного собрания Виктора Кмитя, некоторые из этих решений себя не оправдали. Жизнь стоит на месте, и уже существующая практика показала, что некоторые из этих решений себя не оправдали. И мы пытаемся сейчас, как вы видели, с очень хорошим представительством органов местного самоуправления, привести в порядок с реальной ситуацией в жизни, которая возникает и в поселке Искателей, и в городе, и в сельских поселениях, те нормы, которые были в свое время включены в 95-й закон. Каким-то образом пытаемся восполнить тот пробел, который был тогда допущен, когда, в общем-то, не ко всем предложениям органов местного самоуправления прислушались. Сегодня на заседании рабочей группы с участием представителей муниципальных образований города, Заполярного района и поселка Искателей, депутатов окружного собрания, представителей прокуратуры и правового управления, обсуждались вопросы, касающиеся исполнения полномочий в сфере строительства. В частности, шла речь об организации строительства муниципального жилфонда, создании условий для жилищного строительства. То полномочие, которое обсуждается, это строительство муниципального жилфонда. Я думаю, что это будет нормально, если будет продолжать его только, и будет в одних руках. Мы можем разделить это на строительство жилья для расселения из-за ветхоаварийного, но в части проблемы по продвижению очереди на обеспечение граждан по удовольствиям социального найма, где действительно она стоит и не двигается. Я думаю, что это можно вполне решить в рабочем порядке. Точно так же, как и у города, у нас очередь по соц. найму не движется. В принципе, тоже поддерживаем предложение, чтобы в каком-то процентном отношении часть жилых помещений выдавать по соц. найму. Остро нуждающимся. Да, или остро нуждаемся. В принципе, все равно там очередь, она если движется, тут никуда не денется. Мы бы хотели, чтобы строительство организовано было так. Строит округ, но разрешение на строительство и разрешение на вод оставить за главами поселений, чтобы они знали, что на их территории строится. Иначе будет нонсенс. За них будут принимать решение, что где строить. Строить они вообще выпадут из этой цепочки, что, на наш взгляд, неправильно. В целом, в вопросах, касающихся полномочий в сфере строительства, муниципалы согласились с существующей ситуацией. Как отметил Виктор Кметь, это говорит о том, что практика в этом случае была положительной. А по некоторым вопросам, например, в сфере уборки несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, оказалось, что вопрос не решен. И его надо очень тщательно изучить, для того, чтобы понимать, кто будет финансировать эти расходы, и потом принять какое-то решение. То есть, в принципе, она может кропотливая, длительная, медленная, но она продуктивная работа. Практически без изменений прошло перераспределение полномочий в сфере здравоохранения и судзащиты. А вот в сфере культуры представители местного самоуправления предложили вернуть полномочия обратно в связи с неудовлетворительным содержанием поселковых домов культуры. Добавлю, что заседания рабочей группы по вопросам изменения окружного 95-го закона продлятся до конца апреля. Планируется, что в мае будет принято окончательное решение по этому вопросу. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В окружной столице презентовали новейшие средства протезирования. Накануне по приглашению регионального отделения Всероссийского общества инвалидов в окружную столицу прибыли высококвалифицированные специалисты архангельского протезно-ортопедического предприятия, протезно-производственные компании «Вита Орта» из Москвы и зарубежные специалисты. Инженеры-протезисты и врачи высшей категории не только рассказали, но и наглядно показали, как многофункциональные протезы способны вернуть людей, потерявших конечности, к полноценной жизни. А мы должны добиться так, что она садится. 50-50 процентов. Пациентка архангельского протезно-ортопедического предприятия Надежда Горлышева демонстрирует протез нового поколения. Он полностью заменяет утраченную конечность, позволяя не только правильно садиться, распределяя центр тяжести, но и подниматься по лестнице, наклоняться и быстро ходить. В общем, жить полноценной жизнью. «Утратила свою конечность в следствии онкологического заболевания 8 лет назад. Все 8 лет она использовала 4 модульных протеза, и стереотип походки был, что она не ходила без трости. Сейчас у нас на улице Голобед, у нас не совсем хорошая дорога, у нас не сухой асфальт. Надежда пришла к нам без трости. Мы прилетели из Архангельска. В принципе, у нас с собой нет ни костылей, ни тростей. Надежда пришла, как обычный человек». Благодаря биоэлектронному протезу девушка не только мобильна, но и успешна в карьере. Она работает администратором в детской игровой комнате и почти 12 часов в сутки проводит на ногах. «Конечно, лучше стало. Однозначно. Это совсем другое. Это что-то новое. Как объяснить? Это как стоять на двух ногах». Таких счастливых примеров в копилке протезного предприятия много. Например, архангельская школьница Виктория Цветкова стала первым в России ребенком, которому сотрудники предприятия установили высокотехнологичный биомеханический протез. Ведь раньше такие протезы делали только взрослым. «В декабре 2017 года мы первые в России отпротезировали ребенка. Это девочка 12 лет, а протезом плеча с внешним источником энергии. Девочка утратила свою конечность 4 года назад в результате автодорожной катастрофы. И вот спустя время в рамках работы, большая подготовительная работа, и мы получили на выходе хороший результат. Ребенок полностью освоил этот протез. Еще такой нюанс, у ребенка нет локтя, нет кистей. Это протез плеча. Это самое сложное. Комплектующие к таким многофункциональным протезам изготавливают московские и зарубежные специалисты. А собирает и подбирает индивидуально для пациентов в соответствии с их уровнем активности уже сотрудники Архангельского протезного предприятия. Среди пациентов с высоким уровнем активности и Светлана Чуракова. У нее нет руки и нет трогательной истории о ее потере. Она просто такой родилась. До появления в ее жизни современного протеза, комплектующие которого изготовили в Европе, она работала корреспондентом ГТРК «Поморье». После обретения правой руки покинула областное телевидение. Ведь теперь Светлана член сборной России по волейболу. Такие дорогостоящие протезы, стоимость которых порой достигает более трех миллионов, дети и взрослые получают бесплатно за счет средств Фонда социального страхования. В прошлом году протезы были поставлены восьми жителям Архангельской области и одному жителю Неницкого округа. Лыжные гонки «Северное сияние» соберут спортсменов со всего округа. Соревнования будут проходить на лыжной трассе спортивной школы «Труд» с 6 по 8 апреля. Участники соревнований поделены на группы. В первой группе выступят мужчины и женщины 1997 года рождения и старше, юноши и девушки 1998 и 2001 года рождения, мужчины и женщины-ветераны. Во второй группе выступят представители муниципальных образований округа, спортсмены 1977 года рождения и старше. В третьей группе команды организации дошкольного образования, команды общеобразовательных организаций и организации профессионального образования Неницкого округа в соответствующих возрастных группах. 6 апреля состоятся соревнования для участников третьей и первой групп. В гонке 10 километров классическим стилем выступят мужчины и ветераны. 5 километров классическим стилем пройдут женщины. 7 апреля пройдут соревнования для первой группы участников. Мужчинам и женщинам предстоит выполнить спринт, Свободный стиль – классификация, затем свободный стиль – финал. Сразу после торжественного открытия соревнований, которое состоится в 11 часов, на лыжню выйдут воспитанники детских садов и ученики младших классов. 8 апреля состоятся основные заезды – индивидуальная гонка свободным стилем. Мужчины второй группы преодолеют дистанцию 5 километров, женщины второй группы – 2 километра. По 3 километра пройдут мужчины и женщины, выполняющие 10, 11, 6, 7 ступени ГТО соответственно. Также состоятся гонки для самых выносливых. 30-ти километровую дистанцию предстоит преодолеть мужчинам 97-го года рождения старше, а также ветеранам. 20-ти километровую дистанцию пройдут юноши. 15 километров предстоит преодолеть женщинам, а также ветеранам. 10 километров – девушкам. Награждение победителей и участников соревнований «Северное сияние» состоится 8 апреля в 16.00 в актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума. Такова информационная картина к этому часу. Посмотреть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trksever.ru До встречи в эфире.